Возможно, мы сейчас испортим эту идиллию, да, но мы должны... Обувную нашу? Да, 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 обувную. Нет, вот никак не испортишь, вообще, никак не испортишь, потому что нам пришла Наталья Сарамут. Да. Она, наоборот, только нам поможет в этом. Наталья Сарамут, скажите, пожалуйста, испортим ли мы эту идиллию, Наталья? Доброе утро, доброе утро, доброе утро. Всем красоту вот эту, тревожности внесете вы или нет? Ну, что касается предстоящей недели, надо сказать, когда я готовилась к сегодняшнему эфиру, мне почему-то сразу же захотелось, первое, чего мне захотелось, это сразу же оказаться в воскресенье в конце недели. Настолько она, настолько она будет насыщенная. Каждый день какое-то важное событие астрологическое, и оно будет, мы его будем ощущать, практически все. Многие уже сегодня с утра ощутили, что что-то не то происходит, что-то по-другому происходит. Я не согласен, я пошел, все, я принято. Давайте мы разберемся. Давайте разберемся тогда. Посмотрите внимательно на вот эту вот стопочку, целая стопочка стоит в одном знаке зодиака, в Тельце. Это четыре планеты, четыре значимые планеты в знаке Тельца. Сегодня Солнце перешло в Тельца, в Телец, Меркурий перешел в Телец, Венера у нас уже в Тельце, Венера отвечает за денежки. И там давным-давным-давно их поджидает уже Уран. То есть четыре планеты, это четыре значимые планеты, которые формируют события. Знак Тельца самый практичный, надо сказать, что самый практичный. Любит читать денежки, любит читать расходы, доходы, любит анализировать, куда я истратил, зачем я взял вот тот кредит, зачем мы залезли в эту ипотеку, зачем мы купили там то-то. И поэтому предстоящая неделя, она будет такая, так скажем, аналитическая. Аналитические, мы будем анализировать свой семейный бюджет, что мы раньше могли себе позволить, что мы будем себе теперь позволять. Вот, в общем, неделя такая. Что касается другой энергетики, у нас еще на неделе одно важное событие, это Марс тоже меняет, Марс планета действий меняет знак Зодиака. Вот понимаете, вот помните, мы с вами встречаемся, да, я все время говорю, неделя пролетит быстро, месяц пролетит быстро. Да, вот как прошлая неделя была. Да, 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 вот эта вот ситуация, она немножко сейчас изменится, потому что те планеты, которые ускоряют скорость событий, да, вот ощущение скорости дают, они меняют знаки Зодиака и переходят в более спокойные стихии, в более такие женские спокойные стихии. Поэтому сейчас время будет немножко казаться, что наоборот оно притормозилось. Тянуться будет так, получается? Нет, оно тянуться не будет, но смысл в том, что как бы ощущение того, что несколько такая заторможенность будет. Присутствовать, да, после вот этого быстро пролетели полтора месяца, той очень благоприятной энергетики, которая была. Ну, вот смотрите, что у нас с вами по поводу бизнеса, по поводу распределения наших. Да, пожалуйста. Продолжаем работать. Самое главное, не застревать в анализе. Желание подумать, посчитать, проанализировать, выяснить какие-то вещи, куда там какие-то вопросы, да, куда были потрачены деньги, куда они исчезли, наконец-то, из моего кошелька, да, с наших счетов. Работаем, продолжаем работать, не останавливаемся, не застреваем эмоционально, потому что луна отвечает за наш эмоциональный фон, она будет, ну, так скажем, всю неделю капризничать. Всю неделю капризничать, поэтому нам надо грамотно, так, спокойно подойти к воскресенью. В воскресенье обязательно запланировать воскресенье, встречу с друзьями или поход, ну, там, кто-то общается с семьями, может быть. Вот, моя самая любимая часть началась, когда Наталья говорит, так, воскресенье, что? На воскресенье семейное какое-то мероприятие, может быть, там, шашлыки или выезд на дачу, кто что-то планирует. Продолжать, продолжать, не останавливайтесь. Не в субботу, не в субботу, а вот именно в воскресенье. В субботу лучше провести в одиночку, лучше всем, нам всем разделиться, и каждый... Кто это умеет, Валера, это не тебе, это в одиночку, это не тебе. Все, все, не обращай внимания. Интересно очень, да? В субботу в одиночку. А в воскресенье накипело, да? Ну, или, по крайней мере, в субботу не в одиночку, но каждый в своем уголку, так скажем так. Издалека друг к другу кричать, там, как ты там, я хорошо, а ты... Да-да-да. Хлеба купи, что хлеба! Мусор вынеси. Завтра на шашлыки. Завтра на шашлыки. Ну, в общем, вот такая вот неделя, обращайте внимание на взаимоотношения, берегите взаимоотношения. И я напоминаю, что четыре планеты, четыре планеты у нас зашли в знак Тельца. Они здесь будут проходить, какое-то время будут оставаться вчетвером и создавать, задавать нам финансовые вопросы, так скажем. Задавать нам финансовые вопросы. Так, значит, все это отложить. Я дома там задумала разбор полетов один. Не надо, да? Ну, а давайте отложим вот как раз до воскресенья, когда будет гармоничная ситуация на небе, и можно будет спокойно разговаривать на любую тему. Это я и с тобой говорю, задумался. Так интересно! Я узнал, что у тебя разбор полетов состоится на этой неделе. Планировался. Ну ладно, я отложу. Все, забудь. Лучше, конечно, отложить. Да, все, хорошо. А то разругаемся, все. До воскресенья. Да, в карман мне вам внутренне. Что? Отложи. Вот все. Наталья, вам огромное спасибо. Нам приятно начинать эту неделю. Мы каждый день с Натальей начинаем же, да? Но вы нас настраиваете, и, как правило, у нас все хорошо. Главное, не торопиться, отношениям уделять внимание, взаимоотношениям, да? Но мы говорим сегодня про обувь, да? Как вы вот так, ну, в туфельках вы сегодня пришли. Вы всегда на каблуках приходите, да? Но вы знаете, это правило, к вам нельзя без каблуки. Можете выговориться, да, Наталья? Давайте! Давайте! Если разрешите, я могу в следующий раз в кроссовки прийти. Надоели вам каблуки? Снимайте их сегодня! Нет. Мы для вас. Там вот, у тебя какой знак зодиака? Козерог. Там вот про козерогов, наверное, особо красным отмечено. Устаете от каблуков? Нет, от каблуков не устаю. Единственное, что действительно очень удобно ходить в кроссовках. Я сегодня проголосовала за кроссовки. И тем более наши дизайнеры в последние годы так сильно стараются. Сюжет мы с вами интересный смотрели, что можно... Обувь в кроссовке, вроде бы кроссовки, но на кроссовки не совсем похожи, да? Но у нас сегодня очень большой, реально, выбор под любую одежду. Конечно, кроссовки удобнее, я с этим соглашусь. Ставь вам плюсик, да? Ну и про туфли не забывай. Грустно заговорить. Про туфли нет, туфли у меня всегда с собой. Все, все, если что, я могу с вами пару обуви дать. На каблуках всегда с собой туфли. Вот.